Сейчас поговорим о второй половинке своей и о семейных отношениях. Если твоя половинка, неважно, мужчина, женщина, зачастую женщины более в этом плане продвинутые, то есть они быстрее схватывают какие-то темы в данной ситуации, в нашей жизненной, женщины быстрее реагируют на изменения, можно сказать, конъюнктуры. И самое, что интересное, если твоя половинка развивается, ну, скажем, в духовном, духовно развивается, пускай духовно, да, а ты не развиваешься, или наоборот, ты развиваешься, пускай ты развиваешься, твоя половинка не развивается. Между тобой и твоей половиной, или половинищей, да, начинается гигантская пропасть. И пропасть эта не зарастает, не заклеивается практически. Если твоя вторая половина не примет твою или концепцию, или твой путь, то между тобой и твоей половинкой начинает нарастать с каждым годом пропасть. Пропасть это просто гигантская. Ты развиваешься в каком-то направлении, а этот человек не хочет твоя вторая половина. Будем назвать ее половинкой. И когда с каждым годом твое развитие, твое познание, твои практики все больше и больше становятся и все больше увеличиваются. И вторая половинка перестает тебя понимать. И перестает вообще понимать, о чем ты говоришь. А если ты занимаешься какой-нибудь осознанностью или еще что-то, то человек, который с тобой не двигается рядом, он зачастую будет считать тебя сумасшедшим. Потому что ты будешь говорить сумасшедшие вещи. Те, которые противоречат сами себе. Со стороны они кажутся. Но на самом деле все складно и все нормально. Человек просто перестанет тебя понимать. Это будет как разговор на иностранном языке. Как будто ты будешь для этого человека рассказывать вот так вот. Вот так вот будут звучать твои слова. Как беребельда. И этот разрыв увеличивается, увеличивается. То есть человеку надо будет или догонять, или смириться. Это, ну, зачастую люди себя все время, ну как, все люди считают себя умнее других, да, в любой ситуации. Ну, редко кто себя воспринимает, что он дебил. И потому что по, ну, это эго. И так как ты себя считаешь умным, ты путь развития другого человека не воспринимаешь. Что он может быть умнее тебя. Ты, конечно, подозреваешь, что он умнее. Но ты тоже не дурак. И вот этот разрыв, он просто гигантский становится. И он, вот эта вот херня, ну, мы ради детей, блин, это все херня. Это, я бы сказал, залупа. Потому что нужно делать для себя. И когда ты со своей второй половинкой, это уже, блин, не половинкой, это уже рудимент, встречаешься. Где-то в комнате, на кухне, еще где-то, да. То о чем ты можешь говорить? Ты сможешь поговорить только о внешних, не о внешних, а о внешних. О взаимных претензиях. И самое, что интересное, только претензии. Больше поговорить не о чем. Ты что-то предъявляешь, тот человек тебе что-то предъявляет. Ты, конечно, можешь молчать. Я пробовал просто молчать. Но претензия уже возникает, что что ты молчишь. Я сам такую претензию предъявлял. Что ты молчишь. Потому что у меня жена хотела, говорит, в свое время, что ты со мной не разговариваешь. А когда я стал с ней разговаривать, она включила, как говорится, дурака. Я, говорит, не хочу, типа, морду делаешь кирпичом. Типа не хочу с тобой разговаривать. Ну, всем лицом это показываешь. То есть, на самом деле, чем раньше произойдет твой разрыв, можешь, конечно, мучиться, пытаться переделать человека, но переделать невозможно. Никогда никто никого не переделывает. Сам человек принимает решение самому себе переделаться. Поэтому ты никого никогда не изменишь. И поэтому, если этот разрыв между твоей половинкой становится просто гигантский, ни би, ни себе, ни второй себе половинки мозги. Просто по-тихому. Ну, пока вы еще можете по-тихому разойтись, нахрен расходитесь. Конечно, тяжело. Я сам так не поступил. Ну, как? Ну, негладко, как говорится, разрыв произошел. Там уже были сплошные претензии. Претензии на претензии. Встреча. Встречаемся где-нибудь, чтобы просто предъявить претензии. Вот. Прекрасная жизнь. Счастливая. Так что, не парьтесь. Ничего в этом страшного нету. Это просто этап. Кто тебе сказал, что вот надо жить с одним человеком? Если ты можешь жить с одним человеком, если у вас идиллия, да ради бога, живите. Никто не запрещает. Это хорошо же. А если у вас полный швах, полный трындец, и вы друг другу уже просто не понимаете, не парьтесь, не цепляйтесь за это. За это вот жадность, жадность секса, жадность обладания чьим-то телом, обладанием чьим-то, ну кого-то просто рядом с собой, да? Боишься потерять что-то, кого-то, не бойся. Займись собой. А если, как говорится, свято место пусто не бывает. Это везде и всегда. Если освобождается место там, если тебе надо, рано или поздно найдется другой. Но свадьба, женить мое, это полная херь. Я так раньше и думал. С женой, например, расписались. Я поддался давлению родственников и жены, потому что я был убежден, что нахер это не нужно делать. И у меня всегда слово брак, потому что я работал на производстве. И у нас были ящики, где было написано брак. И туда бросалась негодная, испорченная продукция. И русский язык, он очень такой понятийный, то есть как звучит, так оно и есть. Если это брак, то это брак. Нихера с этим не сделаешь. Поэтому не мучайте ни себя, ни детей, если есть возможность по-тихому разойтись. Вы же, самое интересное, разойтись-то не сложно, когда у вас уже просто нету точек соприкосновения. Вам просто нужно договориться, обсудить это. А когда ты уже просто не можешь с человеком разговаривать, он не может разговаривать на твоем языке, это полный пипец. Друзья, рекомендую вам карту Тинькофф Блэк. Офигенный банк, офигенная карта. Очень удобное приложение. Если по промокоду у меня внизу видео пройдешь, то пожизненное, бесплатное обслуживание карты. Для оформления карты к вам приедет человек, договоритесь, он в любое удобное время приедет. К вам к дому подъедет и вы прямо там оформите карту. Очень удобно. Рекомендую этот банк, потому что сталкивался с блокировкой счетов из-за каких-то маленьких, малюсеньких штрафов в известных банках. Ну и нет проблемы, заводишь вторую карту, допустим, она может когда-то пригодиться и, как говорится, не храни все яйца в одном лукошке. Я пользуюсь несколькими банками, но этот мне больше всего нравится, удобное приложение, вообще суперское. Рекомендую. И вот ты сидишь годами, а поговорить вы просто можете рядом существовать. Просто занимаете место. Вот. И не бойтесь вот этих таких решений. Они как бы кажутся глобальными. Ну да, они глобальные. И особенно через себя так перепрыгнуть, перейти. Не бойтесь, ничего страшного. Не бойся менять свою жизнь. Она меняется очень легко и просто. И самое, что интересное, если у вас, вам было уже тяжело вместе, да, и когда ты разойдешься, у тебя будет всего лишь неделя и две недели, когда тебе будет плохо, ты будешь привыкать. И ты будешь вот это вот жалость такая, знаешь, ой, так жалко. Ты что-то потерял, что-то просрал. Но внутреннее ощущение, что как будто ты что-то, просто твоя какая-то вещь потерялась. Тебе ее очень жалко. Ее можно вернуть. Как будто тебя ее украли. Но тебе нужно просто расслабиться, смириться и отпустить. Отпускаешь, и через две недели ты и человек понимаете, что как хорошо, когда тебе никто не ебет мозг. Так оно и есть. Ты реально понимаешь, что тебе никто не выклевывает мозги через глаза. Или наоборот. Тебе становится хорошо. Возможно, вот, ну, все эти семейные отношения, они, они должны быть дружественные. То есть, у тебя должен быть не муж и жена, а должен быть друг. В плане, допустим, если никакой гомосятины. То есть, если ты мужчина, у тебя должен быть друг, женщина. Обязательно. Ну, друзья, конечно, там все такое. Но твоя, допустим, женщина, да, она должна быть тебе другом, а не женой. Жена – это узаконенное сексуальное рабство, можно сказать, да, и то же самое для мужиков. Узаконенное то, что сексуальное, ну, можно сказать, и рабство. Ну, то есть, я про то, что ты должен стать со своей второй половинкой другом. Забейте на эти, блядь, всякие браки и все остальное. Он тебе нахер не нужен. Если у тебя, ты понимаешь этого человека, у вас даже секса может не быть. Но если это твой друг, вы можете быть друзьями. А если еще и вы создадите семью, то есть, там, ребенка, еще что-то, да, будучи друзьями. Это, на самом деле, идеально. Ну, у меня такого не было. Потому что я был в концепции формирования семей, семьи, как говорится, да, в концепции, очень сильной. Славянская такая тематика, сектантская, я бы сказал. Все концепции сектантские, блин. Вот, неважно какая. И поэтому твоя вторая половинка должна быть тебе другом, единомышленником. Тот, кто тебя поддерживает или с которым у тебя абсолютно идентичные интересы. Если нету идентичных интересов, это полная жопа, все, трындец, забудь. Так что, не стесняйтесь, разбегайтесь нахрен, не тяните резину, если у вас там ничего не держит. Вот, все говорят, дети, да нихрена дети не держат. Если там полный разлад, дети вздохнут. Ну, попереживают какой-то момент. Ну, дети, им нужно рассказывать. То есть, с детьми надо общаться, чтобы они понимали, что происходит. Так вот. Все, ребята. Это я со своей точки, и не только со своей точки зрения, это все рассказал. С точки зрения мудрецов, я ни хера не мудрец. А с точки зрения просветленных еще, да? Не нужно никакого насилия. Ни над собой, ни над твоей второй половинкой. Если у вас все, геометрально противоположные направления, все, разбегайтесь. Не надо никого, кота, тянуть за яйца, да? Но ты для себя должен это понять, принять и простить. Вернее, отпустить. Будь разумным человеком. Я ни хера не разумный. До меня все зачастую доходит уже по мере приобретения этого опыта. А если ты видишь, и тебе кто-то подскажет, и ты воспользуешься этим опытом, это очень хорошо. Это прогрессивно. А не когда тебя уже херачит, когда тебе уже дрючит жизнь тебя, да? И ты понимаешь, что надо это сделать. Делай это все разумно. Особенно ты видишь, что просветленный какой-нибудь рассказывает, да, что-то. Он же не с бухты барахты берет. А он берет это из видения, из видения, из пространства. Я тоже что-то беру оттуда, потому что в свое время накрыло немножко, да? Но они там присутствуют все время. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Только здесь и сейчас.